В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракутская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об осенних хандре и, конечно, нашем эмоциональном состоянии. А в гостях у нас главный врач Краевой психиатрической больницы Максим Артамонов. Максим Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Юля. Осень. Казалось бы, красивая пора, солнышко светит, но как-то периодически бывает грустновато. Вопрос такой, обывательский. Правда ли, что осенью обостряются психические заболевания или это всё чушь? Ещё раз всем добрый день. Нет, это не чушь и неправда. Это обычно такое состояние. Осень вообще красивая пора. Солнце светит, тепло ещё. Дети в школу пошли. Хандра, как таковая, появляется тогда, когда у человека нечем заняться. У него нет ни цели, ни мотивов. Он встал, как говорится, утром проснулся и не знает, что ему делать. У него хандра начинается. А люди, у кого есть чем заняться, у них хандры не бывает. А по поводу того, что заболевания обостряются или не обостряются, при нынешнем уровне психофармакологии препараты, которые принимают больные, такие, что нет такой сезонности. То есть сезонность может наблюдаться только в том случае, если человек перестал принимать препарат, назначить ему доктором. И тогда человек обостряется, в него симптоматика появляется. А так, хорошие препараты, чистые, аккуратные, действуют великолепно. Поэтому, если получать амбулаторное лечение, поддерживающее, то к психиатрам можно уже не обращаться. А раньше такого было? Ну, лет 30 назад, еще, когда были препараты, они короткого действия. И больные иногда, когда их принимали, выписывались в больнице. То есть не было хорошей, адекватной поддерживающей терапии. И обычно человек через 2-3 месяца опять попадал в больницу. Вот почему возник вот этот эффект сезонности. То есть, как вот им назвали, вертушка, 3 месяца, 2-3 месяца в больнице, 2-3 месяца дома, перед больницей. Ну, и у кого-то попадало на осень, на весну, у кого-то зима, лето. Ну, это кому как повезло. Но сейчас современная психофармакология позволяет избежать таких моментов и поддерживать человека в работоспособном состоянии, в социуме достаточно долго и без побочных эффектов и даже последствий. И даже многие его близкие люди, товарищи, не будут даже знать, что он занимается лечением и имеет какое-то душевное расстройство. Ну, это мы говорим о тех, у кого выставлен диагноз. А есть ведь еще те, кто, ну, кого тревога одолевает, депрессия какая-нибудь осенняя. Бывает такое? Да, нет понятия осенней депрессии. Депрессия может, как не депрессия, пониженный фону старения может быть в любое время. Зимой, летом, и осенью, и весной, когда хотите. Это все зависит от настроя самого человека. Поэтому, как многие, если плохое настроение, они называют это депрессией. Депрессия – это такое, что уже когда надо к доктору идти. А когда плохое настроение с утра в обид уже хорошее, ну, как же депрессия, это так, перепады эмоциональные. Совсем нет. Ну, да, обычный вариант нормы. Но мы же не какие-то идеальные существа, как говорится, где все запрограммировано. Ну, это человек, он живой. У него бывают и плюсы, и минусы, и хорошо, и плохо, и хорошее настроение, и плохое. Нравится, что не нравится. То есть, человек эмоционально существует, он живет эмоциями. Поэтому не надо просто зацикливаться на том, что сейчас плохо. И для самого себя понять, почему плохо. Ну, это не депрессия, поверьте мне. А депрессия тогда это что? Ну, депрессия – это когда человек уже не может работать, ничего не делать, у него снижен фон настроения, медленно двигаются мысли, он заторможен. Ну, то есть, там это целая симптоматика, когда, ну, это без, как говорится, уже понятно, что ему надо уже идти к специалисту. То есть, такому человеку уже потребуется врачебная помощь. Конечно, конечно. И он сам обращается, как правило, или родственники, когда человек замыкается в себе, у него начинаются такие состояния, такое, ну, как симптомокомплекс, но по-русски, ну, попроще сказать состояние, когда ему требуется помощь специалиста. Ну, это ничего не имеет общего с плохим настроением, поверьте. Хорошо, тогда вот так повернем нашу беседу. Дети вышли в школы, мамы с папами вышли из отпуска. Стресс для организма. Есть такое или нет? Ну, вы знаете, в то время стресса организм вообще мобилизуется. Это выброс адреналина, это подъем, как говорится, всех функций. И, ну, прикиньте, вот, забрать ребенка в школу, чтобы он не проспал, чтобы вот доставить в школу, забрать. Ну, целый комплекс мероприятий, когда родители вынуждены быть в тонусе. А что такое тонусе? Некогда там хандрить. То есть это, наоборот, чем активнее у человека, в принципе, жизненная ситуация, тем ему, как говорится, легче в этой жизни жить. То есть, ну, это определенный психологический стимул. Поэтому, наоборот, я думаю, что люди, которые засиделись в отпуске, засиделись дома, для них начало школьного периода, с одной стороны, это кошмар, вот, как они говорят. Дети после школы, это, в принципе, занимается, по большому счету, сейчас родители. Нынешняя педагогика вообще интересная. Но, тем не менее, я по себе помню, что родители не были вовлечены, когда мы учили в школе обучебный процесс. А сейчас все родители вовлечены. Мы знаем то, что раньше, в принципе, даже не предполагали, что существует. Но, тем не менее, это стресс, можно назвать в кавычках. На самом деле, это стимул для активной, в принципе, жизненной, дальше позиции, для нормальной жизни человека. А вообще, что стресс такое, вот, на уровне физиологии? Как это, что с нами происходит? Ну, стресс – это определенное такое состояние, когда мобилизуются все защитные функции организма. Ну, это физиологическое такое состояние. Но, на самом деле, мы живем в стрессовой ситуации, постоянно мы уже привыклить, не адаптировались. Поэтому сложно назвать, что у кого-то стресс. Стресс – это резкое потрясение эмоциональное, еще что-то какие-то. Но человек должен как-то отреагировать, адаптироваться к этой ситуации. Но, как правило, люди справляются. Потому что сама жизнь по себе подразумевает какой-то комплекс испытаний. Он везде идет. В экономике, в быту и в окружающем мире. Поэтому мы уже к этому привыкаем. А вы руководите крупнейшим психоневрологический диспансер, это правильно называется? Нет, есть больше больниц. У нас просто больница обеспечит медицинскую помощь город Владивосток, ну, юг Приморья. А у нас еще и больница покрупнее, раз в два по мощности, у Суриски. То есть, ну, не самая крупная, оказывается. Ну, да. Но, тем не менее, для Владивостока это самая крупная больница. Есть ли какая-то тенденция, когда поток пациентов растет? Или нет такой тенденции? Знаете, многие говорили, прогнозировали, что после ковида, после этих эпидемий, начнется резкий рост душевных расстройств. Но не произошло. Вот да, кстати, мы с вами встречались после ковида. Уровень госпитализации какой был, такой остался. Иногда бывает, никто не поступает. Иногда где-нибудь по 10-12 человек привозят. Ну, обычно такая статистика. Но в целом, в год в среднем у нас идет поступление где-то 2-2,5 тысячи госпитализации по нашему городу, по Владивостоку. То есть, она из года в год, в принципе, цифра одна и та же. Количество больных неуклонно растет. Но обычная такая тенденция, она имеет общий, как говорится, мировой уровень. То есть, не катастрофически. Нет резкого всплеска заболеваний. Поэтому, как было, так оно осталось. Поэтому говорить о том, что резкий рост душевных расстройств, ну, об этом не надо говорить. А с какими душевными расстройствами, вот, ну, если по статистике говорить, в Приморье что у нас преобладает? Какие заболевания? Вы знаете, у нас есть ряд расстройств, когда пациент не попадает к врачу-психиатру. Поэтому говорить о достоверной статистике здесь достаточно проблематично. Ведь в диспансер и в статснар обращаются люди, которым нуждаются в помощи уже, и которые сами справиться с этой помощью не могут. И мы этими пациентами занимаемся. А ряд расстройств невротического характера, они лечатся у психологов. Сейчас очень много психологов. Амбулаторных, то есть? Ну, не у психиатров. Лечатся у невропатологов, у психотерапевтов, у частых клиников. Забывают о том, что, в принципе... И потом они к нам попадают, как правило, кого долго, упорно пытаются вылечить. Они приходят и говорят, что... И все первый вопрос, а сколько это будет стоить? Мы все говорим, у нас-то все делается бесплатно. И намного эффективнее, но бесплатно. Это людей немножко повергает некоторый шок. Потому что до этого они платили, не такие, нанимали деньги психотерапевтам, неврологам, психологам. А попадая в клинику, когда у них уже финансовые ресурсы, они узнают, что это можно было вылечить бесплатно. Первый вопрос, сколько это будет стоить? Нисколько государство лечит вас бесплатно. При наличии заболевания. Поэтому статистика здесь такая, что к нам попадают только пациенты в стационар уже с явными нарушениями мышления, эмоциональной сферы, амминистическими нарушениями памятью расстройства. Диспансеры лечатся, долечиваются лица, которые находятся на амбулаторном лечении после стационара или кто обращается. Но статистика здесь не совсем достоверна по нозологии, по заболеваниям. Поэтому, я понимаю, всем нравится, сколько скажут, спросите, у нас больных шизофрения. Все любят это слово шизофрения. На самом деле, это группа симптомов, в которой, скажем, годом специалисты приходят к тому, что скоро уже будет не нозологическая форма, когда лечат, как говорится, какую-то болезнь, а симптоматический комплекс, когда лечат уже определенное состояние у человека. Поэтому отходит уже от этого наука. И медицина приближается к более точному лечебному эффекту. А кто попадает именно в стационар? То есть, ну, если, скажем, у человека тревожное расстройство, его могут положить в стационар? Нет, но если он не может справиться со своим тревожным расстройством сам, и совсем у него декомпенсировался, то, конечно, мы его положим. В стационар попадает двумя путями. Либо добровольно люди приходят, в диспансеры просятся полечить их, и если амбулаторного эффекта нет, ему дают направление, он ложится в стационар. Либо его привозят по скорой помощи. Это лица, которые уже ведут себя немножечко не так, как хотелось бы общество. У них есть расстройство, которое нуждается, может быть, неотложной госпитализацией. И этих лиц вообще госпитализируют уже психиатрические бригады. Ну, и, как правило, после нескольких дней нахождения в стационаре, к ним возвращается критика, они понимают, что надо лечиться. Даже те граждане, которые попали к нам в недобровольном порядке, имеется решение суда о том, что их надо лечить, например, недобровольно, в течение недели у них появляются критики, и они соглашаются лечиться добровольно. И поэтому в среднем стационаре проводят 2-3 месяца. Сейчас срок госпитализации у нас уже совсем стал меньше, потому что появилось много эффективных медицинских препаратов, и хорошие нейролептики, и хорошие транквилизаторы, и срок госпитализации теперь стал намного меньше. Если много-много лет назад, 3-4 месяца, некоторые лежали там чуть меньше года, то сейчас эта ситуация намного стало лучше. Все равно это длительное проведение. Ну, это не лечение перелома, согласен, это где там кость репозировала, и она срослась. Это душевное заболевание, они так быстро не лечатся. Это и то быстро считается. Но лечатся. Конечно. То есть шанс того, что человек к вам попал, и потом больше не попадет, то он… Ну, одна треть пациента, в принципе, уходит в нормальный. Как нормальный? На поддерживающую терапию, и они возвращаются в социум. А у остальных есть… Проблема в том, что люди пузно обращаются к психиатрам, и некоторые расстройства, они носят уже необратимый характер. И когда, наконец-то, решаются обратиться к врачу, уже пошли процессы распада, уже пошли процессы необратимые, и единственное, что могут сделать наши доктора и медицина в целом, это максимально облегчить страдания пациента, максимально сделать его жизнь более комфортной. И, как правило, такие лица, если у них нарастает дефект, они становятся недееспособными, не могут за собой ухаживать, либо над ними берут опекунство кто-то из родственников, либо государство берет, и потом они живут уже в домах-интернатах специальных отведенных. Поэтому при наличии первых признаков того, что с вами что-то не так, лучше обращаться к специалисту. Вероятность того, что вас вернут в нормальное состояние, намного выше, нежели лечить уже то, что уже, в принципе, не подается лечению. А на что стоит обратить внимание? Вот обычно замечают родственники, ближайшие люди, кто видит, если человек становится немножко странный, ведет себя адекватно. Ну, люди сразу видят это, в принципе. Когда родственники, например, видят особенности поведения, которые не укладываются в рамки нормального, то есть они должны уже, в принципе, бить тревогу. Потому что мы можем уговорить человека, пока у него еще есть критика к состоянию, что ему надо показаться к доктору. Тем более, что у нас достаточно лояльное отношение к пациентам. Если человек приходит сам, если у него нету явных противопоказаний, например, по состоянию здоровья к определенной виду деятельности, то его никто не ограничивает ни вождение автомобиля, ни получение оружия, ни трудоустройстве. То есть вопросы решаются очень достаточно лояльно. Комиссионные врачи занимаются тем, что стараются социально не рушить связи этого пациента, если он может находиться в этом обществе. Но если человек все-таки попал к вам в стационар, допустим, в каких условиях он будет находиться? Условия обычная палата для процедуры, лечения, работа с психологом, иногда занимаются социальными работниками. То есть обычные… Это стационар, это лечебная больница. Это не какое-то место содержания, это, в принципе, клиника. И после того, как мы вывели в прошлом году лиц, которые нуждаются в оформлении дома интерната, которые у нас находились в угонами, они проезжали путевку, уходили, то теперь у нас, по большому счету, не осталось таких больных у нас в настоящей клинике, где есть и легкие расстройства, и тяжелые расстройства, и их клещем, и дальше занимаемся их социализацией. То есть весь спектр медикаментов, и психотерапевтические методики, психологи, еще раз повторяю, занимаются групповые занятия, там с ними проводят всевозможные терапии, арт-терапии. Группа психологов хорошо обучена этим методикам. Поэтому все, что необходимо по стандартам существующим, мы применяем в нашем учебном учреждении. Есть, я точнее прочитала одну нелицеприятную новость про вашу больницу, о том, что якобы пациенты там находятся в ужасных условиях, о том, что якобы там двухъярусные кровати стоят, ну и вообще больница нуждается в каком-то ремонте, уходе и всем остальном. Где правда? Знаете, у нас в мае месяце, в мае или апреле была проверка счетной палаты, и у нас было сделано заключение, что там якобы, не то, что якобы, а больница находится в аварийном состоянии, что больные чуть ли не как селедка бочки, он находится вертикально, то есть метр квадратный на человека. То есть мы тогда не согласились с этим, по большому счету, заключением. Я пригласил даже, они организовали, как говорится, приход в нашу больницу журналистов, кто и хотел, ну как пресс-конференция такой. Мы им рассказали, как обстоят дела, и показали многие помещения, в принципе, прошлись по больнице, то есть посмотрели воочию. Пациенты были в масках, ну то есть те, кто хотел, давал интервью, давал, ну то есть согласие пациентов. Ну мы им провели экскурсию, и ряд изданий сдали, в принципе, без всяких ремарк, репортаж о том, что было в нашей больнице. То, что, то есть достаточно сказать, что методология расчета, например, что берется площадь палаты, сколько пациентов, но у нас фактически больница-то больше в пять раз, чем площадь палат, поэтому условия для содержания пациентов, хоть они и стесненные, но они не критичные стесненные. То есть больные находятся в условиях, когда они оборудованы палатой всем, чем необходимы. Кровати мягкие, инвентарь, 100% обеспеченные пижамы, то есть средства личной гигиены, у них есть все. В палатах во всех стоят без заражителей, воздуха. Во многих палатах мы повесили уже кондиционеры для того, чтобы в летний период, в принципе, пациенты чувствовались все более комфортно. У нас широкие коридоры, пациенты могут смотреть телевидение, могут играть в шахматы, в шашки, в эти, как там, наверное, называется, играть. То есть доступ, в принципе, тоже есть у пациентов. Да, то, что было опубликовано, оно было опубликовано некорректно. То есть информация не соответствует действительности. У нас нету длительно болеющих больных, которые годами лежат, у нас больные гуляют. У нас есть все, что необходимо для нормального лечебного процесса. То есть поэтому мы считаем, это немножко некорректная информация, подана была с непонятной целью. То есть мы и так постоянно, в принципе, объясняем, что у нас это не тюрьма, это лечебное учреждение. Люди боятся психиатров сами по себе, потому что это область неизведанная. Если про терапию все знают, что бывает при пневмонии, при каком-то заболевании, при гастрите, то при психиатрии мало кто что знает. Поэтому нас боятся иногда. Хотя этот страх, я считаю, необоснованный. Это обычная больница. Мне кажется, тут еще фильмы свое дело сделали, наверное, когда показывают психиатрические больницы. Ну, я их называю, это Голливуд. Они иногда таких больных показывают, которых от родителей никто никогда не видел. Вот в таких состояниях, только артисты могут изобразить такого душевного больного. Ну, действительно, ведь вы провели пресс-конференцию, и все журналисты тогда показали, что люди гуляют и все остальное. Здесь сделано все. Это просто некорректно подана информация. Ну, это вопрос на свой ствол, кто ее подал. А как проходит день больного? Как день больного проходит? Ну, человек спит, утром меряет температуру, замеряет, как говорится, утренний туалет, они там чистят зубы, умываются. Ну, это как обычно. То есть, все для них туалет, ванна, все для них есть? Да. У них лечебные процедуры проходят. Ну, обычно лечатся люди. Ну, это же не пионерский лагерь, это, в принципе, лечебное учреждение, не санатория пятизвездочная. Здесь все регламентировано. Прием таблеток, инъекции, работа с психологом, беседа с врачом. То есть, как процесс идет такой. Как только человек становится лучше, мы стараемся их выписывать на амбулаторное лечение, чтобы не было привыкания к стационару. Ну, такое явление, как госпитализация. Некоторые люди любят стационар. То есть, они уже чувствуются, как дома. Поэтому мы стараемся, чтобы они быстрее возвращались в социум и не находились постоянно в больнице. Вот так. Интересно. Некоторые даже к этому привыкают. Да, привыкают. Ну, это тоже, наверное, из области какого-то расстройства. Ну, это не только психитрия. Это явление госпитализма. Это когда люди стремятся, чтобы за ними ухаживали. Врачи, медсостры ходили. Есть определенный такой склад личности, где пациентам это нравится. Поэтому мы стараемся тоже это предусмотреть и максимально в социумах возвращать. А есть ли какие-то планы по развитию больницы? Планы по развитию? Ну, я хочу сказать, что у нас сейчас идет в следующем году, в 2023-2024 год будет капитальный ремонт больницы. Деньги запланированы уже, сметы есть. То есть, мы сейчас ведем текущий ремонт своими силами, поддержим ее в надлежащем состоянии, чтобы больным было максимально комфортно. Вопрос решается. Скорее всего, он будет уже решен, но ждем с Нового года нам обещают дать одно еще помещение, где мы можем разместить одно отделение и тем самым сделать так, чтобы площадь нормативов на одного пациента была больше. Ну, то есть, посвободнее будет. Сейчас у нас акцент идет больше на амбулаторную службу. Дело в том, что вышел приказ Министерства здравоохранения федерального о приведении свидетельствования на оружие, на вождение. Сейчас свидетельствование на особо условия труда с 1 марта следующего года вступает в силу. И согласно вот этим вот всем приказам существующим, у нас теперь 100% всех, кто хочет получить огнестрельное оружие, они приходят к клиническому психологу. То есть, это достаточно, как говорится, важная такая часть нашей работы, потому что человек, который должен получить оружие, надо удосконально изучить, что с ним, как он происходит. Ну, хотя мы эту работу делали уже на протяжении трех лет 100% и так проводили, но теперь государство сказал, что теперь в обязательном порядке это надо делать. И сейчас идет большая работа по созданию единого окна. Это когда гражданин, который хочет получить заключение на оружие или на вождение, он может обратиться в поликлинику, он занимается государственной поликлинике, и там пройти одновременно и психиатра, и нарколога, и получить заключение. То есть, мы сейчас лицензируем кабинеты во всех поликлиниках, получаем лицензии, и будем делать там свои филиалы с целью того, чтобы человек не бродил по городу, психиатр в одной месте, нарколога в другом, за справкой пришел в третье место, чтобы он в одном месте все получил. Так что мы над этим работаем. У нас практически уже все договора сделаны. Сейчас мы на лицензию будем подавать. И то есть, когда мы это сделаем, у нас будет хорошая такая сеть разбросанная. Диспансер работает, продолжает, но в принципе может заключение получить и в обычных государственных клиниках, поликлиническом звене. – А что за нововведения, касающиеся оружия и всего? – Ну, это ужесточение оборота оружия. Это достаточно правильная мера, которую ввело государство на цель, чтобы оружие не попадало в руки тех, кому его не надо держать. Поэтому лицо, которое идет на это свидетельствование, он должен пройти 100% психологическое обследование. Без этого оружия ему психо-психиатр с ним беседовать не будет. Это безопасность населения, безопасность самого даже человека, который, если он будет неравновешен, возьмет в руки оружие, совершит какое-то преступление, он же сам себя оттекает, уже сам же и пострадает. Поэтому забота не только об обществе, но и о тех, кто не должен быть в этом обществе. – Ну, то есть, тем, кому требуется, они могут напрямую обращаться в поликлиники? – Да, в некоторых поликлиниках, где будут наши филиалы, там будут работать и психиатры, и нарколог от нас, и там же выдают заключение. То есть, не надо бегать по всему городу, проходить этот квест. – Да, кстати, я помню еще давно, давно, когда я сдавала на права, я к наркологу ездила в одно место, куда-то на Эггершельд, по-моему, а к психотерапевту я ходила на некрасу. – Свообразный квест, да. Пройти сейчас модное слово – дети любят эти квесты. Узрослых тоже есть свой квест. Пройти, например, комиссию называется. – Ну что ж, я тогда желаю, чтобы как можно меньше людей все-таки попадали к психотерапевтам, но если все-таки случилось уж какое-то небольшое расстройство, тогда надо, конечно, обращаться. – Да, у нас еще, еще раз, немножко отвлекусь, но у нас очень много клинических психологов и, в принципе, очень много грамотных психологов. И многие расстройства, в принципе, по большому счету, не расстройства, а… Ну, человек запутался, не знает, как выйти из этой психологической проблемы. То есть, к клиническим психологам обращаться, в принципе, я считаю, это нормально, в принципе, ну, за помощью медицинской. Потому что, наверное, к нам приходят люди, их нечего лечить, у них просто, ну, не знаю, что делать, ну, надо добрый совет дать, ну, это называется… Ну, поэтому, есть люди, которые имеют надлежащее образование, надо их тоже загружать в работу, и чтобы они тоже этим занимались. – Ну что ж, я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о том, как не хандрить осенью. И в гостях у нас был главный врач Краевой психиатрической больницы Максим Артамонов. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова